Всем привет, ребята! Поздравляю всех с окончанием Brad Summer Эры и поздравляю также всех со вступлением в эру Demure и Mindful Fall, если вы понимаете, о чем я говорю. Сегодня мы с вами поговорим про базовый гардероб на осень. Я снимаю эти видео каждый год, и мы здесь говорим не просто про набор вещей базовых, которых вы все и так знаете, мы здесь говорим про нескучные вещи, которые вполне себе могут отнестись к базе, но разнообразит ваш гардероб, особенно если вы одеваетесь, например, в стиле минимализм, или у вас очень простой какой-то стиль, и вам хочется внести в него каких-то акцентиков немножко, так что мы сегодня с вами говорим про нескучную базу на эту осень. Посмотрим с вами, что модно, что актуально, что интересно будет смотреться, а, собственно, переходим с вами к видео. Итак, что мы сегодня будем с вами обсуждать из базы нескучной на осень для Very Demure и Mindful настроения. Первое — это Cherry Red. Такой цвет, который для кого-то может являться акцентом в образе, а для кого-то даже в каком-то монохроме в стиле Cherry Red будет являться базой. Но в любом случае из какой-то нейтральности и простоты этот цвет не выбивается, потому что он не какой-то кислотный, он не какой-то кричащий, то есть вы легко можете вписать его в повседневные луки. Это не цвет, над которым стоит думать, с чем его сочетать. Мне очень нравятся подобные цветовые сочетания. Cherry Red сейчас актуален как никогда, причем не только в одежде, но и даже в окрашиваниях, если мы говорим про волосы. И если вам хочется чего-то интересного добавить в свой гардероб, и вы думаете, что же это такое может быть, это тот самый цвет. Мне кажется, что для тех, кто одевается в стиле минимализм, это будет хороший акцент, хорошее разнообразие. Для тех, кто не увлекается минимализмом, это просто еще одна какая-то интересная, возможно, деталь в ваш образ. Что у вас может быть цвета Cherry Red? Вообще, на самом деле, абсолютно все, что вы захотите. От верхней одежды до обуви. Здесь даже фактура не важна. Кожа может быть трикотаж, вязаный, пушистый, обувь также может быть там замшевая в таком цвете кожаная. Здесь просто важен сам цвет. Он сейчас очень актуален, очень популярен, и в базу он вписывается, не выбивается как-то из общего фона спокойного гардероба, потому что такого цвета могут быть очень простые, понятные по крою вещи. А джемперы, которые мы все так любим, простые пальто актуального современного кроя в интересном оттенке. Будет сочетаться очень легко с практически всеми нейтральными цветами, с черным, серым, с бежевым, молочным, то, что мы носим каждый день. И с оттенками красного тоже будет миксоваться хорошо. Следующее, что я рекомендую, это сочетание серого и бордо и красного. Серый сейчас популярен. Мы только что с вами обсудили черри ред, который вы легко можете вписать в базовый гардероб свой, в качестве акцентов, например. И серый это то, что носят практически все. Серый есть у всех в гардеробе, и плюс ко всему серый является трендовым цветом на сегодняшний день. То есть его очень много было на подиумах, очень много мы его везде видели, и серый это один из самых важных цветов этого сезона. Если вдруг вы думаете, с чем можно базово, да, нейтрально просочетать вот первый тренд, о котором мы говорили, это с серым цветом. Будет смотреться очень красиво. Например, вы можете использовать его в качестве акцентика небольшого, что-то красненькое. Оттенок красного может быть абсолютно любым. Кстати, оттенки серого тоже можно сочетать, они бывают чуть-чуть посветлее, потемнее и так далее. Их тоже вместе можно миксовать. Красиво выглядит как с небольшими акцентами, так и с крупными пятнами красного цвета в серых луках. Например, красная обувь, красные колготки, что-то вроде этого. Или красный жакет, серая юбка, серый свитер, серая юбка, красные колготки. То есть, как колорблокинг это тоже хорошо смотрится, потому что здесь достаточно базово и нейтрально получается за счет того, что и красный часто темный, да, такой насыщенный, глубокий, и серый тоже. И нет такого впечатления, как будто вы, я не знаю, слишком пестро как-то оделись или что-то вроде того. Поэтому обратите внимание, это не слишком экстра и из базы не выбивается. Например, если вы просто добавите какую-нибудь красную сумочку, например, к своему серому пальто, вы ничего не потеряете абсолютно. Просто сделайте ваш образ чуть более интересным с помощью такого акцента. Я осень, обожаю осенью, любимое время года, потому что как раз-таки можно использовать и многослойность, и различные сочетания цветов, потому что можно много слоев надеть. Все это может как-то интересно фактурно между собой сочетаться и по цвету. А если все это еще дополнить потрясающим каким-нибудь ароматом осенним, будет просто вау. Я, например, так и делаю. Осенью особенно хочется попробовать что-то новое в плане аромата в том числе. И легче всего это сделать с аромабоксами от Rendezvous. Здесь у меня в тему аромабокс топ осенних ароматов для нее. Упаковочка просто невероятно уютная. Посмотрите на этот дизайн. Сразу хочется какого-то чаечку налить, с корицей. Атмосфера передается на все сто. Для тех, кто до сих пор не в курсе, что такое аромабокс, во-первых, многое пропустили. Во-вторых, послушайте сейчас внимательно. Это набор ароматов на распив. И делается для того, чтобы вы могли попробовать тот или иной аромат, для того, как покупать полноразмерный формат. И поймете, подойдет ли вам, не подойдет. Может быть, вы несколько новых для себя ароматов откроете, возьмете их. В общем, это практично и экономно. И аромат Memo, он very demure, very mindful. Очень приятный, такой сладковатый, но очень слегка. Что-то, я бы сказала, такое кисло-сладкое. На осень просто невероятно клево будет сочетаться вот с теми же луками в оттенке черри. Поэтому, как всегда, рекомендую аромабоксы от Rendezvous. Штука полезная, удобная для себя. На подарок вообще идеально. Посмотрите, какая красивая коробочка. Тем более, что у меня есть промокод. Вы сейчас видите его на экране. Он даст вам скидку 10%. Еще и суммируется со скидками на сайте, которые там тоже присутствуют. Рекомендую, заходите. Оставляю вам все ссылки в описании, в том числе на свой аромабокс. Но мы с вами движемся дальше. Дальше мы с вами уже пойдем конкретно по вещам. И первое, нескучное из базы. Это ворсистое, пушистенькое пальто. Оно по силуэту все такое же, как и раньше. То есть, у нас актуальны пальто слегка объемные. Они не обязательно должны быть очень оверсайзные. Они могут быть полуприлегающие, но какой-то объем должен в них присутствовать, чтобы это было с пальто свободного какого-то кроя, чтобы вам в нем было легко. Здесь могут быть как укороченные пальто, так и длинные пальто миди, либо макси. Главное, это фактура. Мне показалось это очень интересным. Можно добавить в базу, тем более, что большинство таких пальто сейчас из популярных именно в сером цвете. А серый цвет — это и база, и тренд на сегодняшний день. Поэтому присмотритесь к таким вот ворсистым пальто. И к укороченным, и к удлиненным. Это потрясающе выглядит. И очень красиво смотрится с другими фактурами в образе. Например, там с денимом, либо с кожей. Просто играет невероятно. Образ сразу становится максимально стильным, даже если он в каком-то монохроме. Посмотрите, как здесь, например, сочетаются фактуры. Просто потрясающе. Казалось бы, это что-то похожее, но в то же время не совсем. А все из-за того, что пальто чуть более ворсистое. У меня у самой такого пальто нет. В основном у меня только гладкие просто. Но я бы хотела попробовать. Почему бы и нет? Следующее, что я рекомендую для базы, это замши. Немножечко материалы затронем, потому что это тоже то, что стоит обсудить. Замши сейчас как никогда актуальны. Я бы сказала, что в верхней одежде, в аксессуарах — обувь и сумки. Для тех, кто не хочет заморачиваться осенью с тем, чтобы как-то ухаживать сильно за замшей, потому что все-таки ей нужен особый уход и в слякоть, в грязь, в дождь, обувь замшевая может быть проблемой. Здесь обратите внимание на аксессуары, а именно сумки замшевые, такие мягкие, большие, которые, знаете, как вот, не знаю, как облачко какое-то выглядят. Не держат какой-то формы, а мягко вот так вот как-то струятся. И они большого, конечно, размера. Такие шопперы замшевые. И это, конечно же, верхняя одежда. Что у нас из верхней одежды? Здесь, конечно, более разнообразные варианты. Это тренчи замшевые, куртки-рубашки замшевые и замшевые жакеты. Также еще можно рассмотреть какие-то типа а-ля вестерн куртки, например, с бахромой тоже замшевые. Но это уже для любителей. Это не база, так скажем, да. Вестерн вещи такие с атрибутами конкретными. Это не базовые гардероба, мы говорим, конечно, про то, что можно взять из нескучной базы. И это конкретно вот жакеты обычного нашего самого известного нам кроя. Чуть-чуть объемные, прямого силуэта. Пальто, точнее, даже, наверное, некорректно называть пальто замшевым. Это скорее тренч замшевый, тоже длинный, в длине макси. И куртки-рубашки. Мне кажется, что очень красиво подобные вещи смотрятся в сочетании с кожей, опять же, и с денимом. То есть, с какими-то абсолютно противоположными фактурами. И красиво смотрятся в Total Beige с черным, с синим, с голубым. Присмотритесь, мы с вами в прошлом году говорили про голубые рубашки в нескучной базе. Например, вот есть такой вариант как раз-таки с голубой рубашкой, с замшевым жакетом, джинсы и еще здесь сапожки, тоже замшевые. Но это, как я уже сказала, для тех, кто, не знаю, в сухом климате живет, для тех, у кого погода позволяет, потому что я обувь замшевую, на самом деле, не очень сильно люблю, потому что тяжело ухаживать, быстро приходят в негодность. В общем, проблем достаточно, поэтому здесь вот верхняя одежда и сумки — это самый оптимальный вариант. Далее, если говорить про конкретный набор вещей. Начнем с самого очевидного. Я думаю, вы сами уже много где-то видели, и я сегодня, кстати, тоже сижу в подобной вещи. Следующий — это выкрученный на максимум романтизм, а именно блузки романтичные. Что у нас здесь? Это рукава, это вот, видите, драпировочки, валанчики. У меня здесь еще и баска на блузе есть, то есть очень много романтичных элементов в одной вещи. И сейчас это как никогда актуально. В целом, эта блузка очень базовая, которая у меня на сегодня надета. Я могу ее и с джинсами надеть, и с брюками кожаными, и с юбками разными, да, с чем угодно, жакет могу сверху, все будет окей. Ответом и заключается базовость тех вещей, о которых мы говорим, что они достаточно универсальны, просто у них есть какие-то необычные детали в крое, например, или в декоре, и вы можете их добавить в свой гардероб, и они будут немножко его разбавлять. Соответственно, выкрученный романтизм. Все, что вы пожелаете. Огромные гигантские банты, как, по-моему, у Сен-Лоран, да, похожие я когда-то видела. Это очень объемные широкие рукава, такие рукава-клеш. Тоже из романтизма они могут быть в складку. Это воротнички объемные, это рукава гигантские, буфы пышные. То есть здесь в одной блузе может сочетаться несколько таких элементов. Приталенность также, которая добавляет этой романтики женственности. Плюс с этой приталенностью, вот, например, как здесь, может быть еще рукав какой-то объемный и необычный воротник. Рубашка как бы остается в целом вполне базовой, с брюками, с джинсами, с чем угодно. Баска тоже вернулась. Вот, посмотрите, например, как здесь. У меня сейчас на блузке похожая тоже баска. Рукава объемные, воротничок тоже достаточно длинный, и еще и баска. То есть все романтичные элементы тут еще, по-моему, есть немножко какого-то, не знаю, вышивки какой-то. В общем, все романтичные элементы в одном сочетаются. И я рекомендую тоже попробовать что-то подобное для себя на каждый день. Выглядит это, по крайней мере, очень женственно, очень красиво для тех, кто любит подобные луки, но устал от обычных уже рубашек, обычных силуэтов. Попробуйте вот такие прям максимально романтичные. Следующее – это трикотажный жилет, но костюмного кроя. Все вы знаете эти жилеты костюмные, мы с вами о них не один год уже говорим и обсуждаем, потому что все-таки они стали базой. Мы их достали из костюмов и начали носить просто с джинсами, как топы. Трикотажный жилет костюмного кроя станет отличной находкой. В качестве топа, тоже как и обычный костюмный жилет, и в качестве верхнего слоя, как кардиганчик какой-то. Мне кажется, что это интересно может разбавить образы, потому что все-таки трикотаж, он какого-то уюта добавляет в каждый образ, и лучок становится уже более расслабленным. А так как это жилетка костюмная, вроде бы на трикотажный образ будет иметь такой менее деловой, офисный, строгий вайб. Тем более, если вы, например, возьмете ее чуть более объемную, сможете носить ее сверху на какие-то рубашки расслабленные и получать довольно-таки повседневные лучочки. Тоже обратите внимание, вещь нетипичная, по крайней мере, мы с вами такую не обсуждали. Следующее. Это свитер со спущенным плечом. Из разряда трендов, на самом-то деле, мы с вами это обсуждали как тренд, но мне кажется, свитер есть свитер. Это даже не свитер, это джемпер со спущенным плечом. Джемпер есть джемпер. Он также имеет огромное количество вариантов в сочетании с юбками, и с брюками, и с джинсами, поэтому из базы не выбивается, ни что-то экстра. Но мы его можем осенью носить на что-то. Он очень клевый в качестве многослойности. Я говорила об этом сочетании в предыдущем видео про тренды на учебу, но мне кажется, что это подойдет не только на учебу, а вообще на каждый день. Когда вы этот свитер со спущенным плечом надеваете на рубашку сверху, на, может быть, даже какую-то лонг или водолазку. Можно добавить галстук по желанию, если вы таким увлекаетесь. В целом, его можно носить на что-то сверху. Многие меня просто спрашивали, а как же мне носить свитер со спущенным плечом осенью, как-то холодно, шея открыта. Пожалуйста, его можно использовать в многослойности. И не игнорируйте этот вариант, потому что он сейчас является одним из популярных. А сочетание остается вполне приемлемым на каждый день, поэтому я говорю о том, что это не скучная база. Следующее – это лонгслив. Мы говорим про лонгсливы уже год. Ну, все вы знаете, что лонгсливы – это вполне базовая вещь, как футболка или рубашка, что что-то еще сказать. Но мы же с вами ищем нескучную базу. Поэтому здесь лонгслив с драпировками. Он облегающий. Из не очень плотного трикотажа. Трикотажи часто такие лонги идут из вискозы, то есть какая-то такая, знаете, тяжеленькая, слегка прыгучая ткань, но не просвечивающая. То есть это ткань, которая имеет хорошую плотность, просто это не какой-то такой, знаете, шерстяной лонг. С драпировочками они могут быть на плечах, могут быть под грудью, могут даже быть какие-то сочетания этих драпировок вместе, то есть как будто немножечко по косой они могут идти. В целом концепт вещи лонгслива не теряется. Вы также его можете сочетать абсолютно с чем угодно, как футболку, любую рубашку, но за счет драпировок, во-первых, кто-то где-то может скрыть, например, какие-то зоны, которые вызывают вопросы, там, не знаю, может быть, животик небольшой или что-то еще, да. И вещь смотрится прям так очаровательно, немножко glamorous. Это уже не просто базовая какая-то тряпочка трикотажная, а вещь с идеей, с небольшим декором. Поэтому как интересная база, хорошо зайдет. Следующий это тоже про лонги, и здесь у нас полупрозрачные практически сетки лонгсливы, которые можно носить на топы, либо на другие лонгсливы. Одно из самых актуальных сочетаний на сегодняшний день это наслоение одних и тех же вещей друг на друга, чтобы образовывалось нечто цельное, как будто бы это у вас так сшито, или так сделано. Но это вещи одинаковые, например, по объему, одинаковые по плотности, и получается одна какая-то единая цельная вещь, как, например, вот здесь. Собственно, эти лонгсливы подходят, как какой-то дополнительный слой на что-то. Получается очень деликатно, очень загадочно, если носить это как-то с топом. Вроде бы тело и не голое, а вроде бы чуть-чуть и что-то просвечивает, но не вульгарно. То есть получается такая деликатная элегантность, я бы сказала. Вот эти лонги, они работают хорошо как и в спортивных образах, так и в более элегантных, потому что создают такой загадочный, немножко mysterious vibe. Если вы понимаете, о чем я говорю. Следующая юбка А-силуэта в складку. Не плиссе, а именно складки, вот как на теннисных юбках на мини, вот такие же складки на юбке А-силуэта, длинной, миди, чаще миди, чем макси. Такие юбки все-таки носят, потому что она достаточно широкая и удобно носить ее в длине миди. Смотрите, здесь очень много различных вариантов, которые я могу вам предложить. Во-первых, конечно же, однотонные юбки в сером-черном цвете. В сером наиболее популярно, в черном для кого-то более базово будет, например. Складки крупные. Такая юбка подойдет практически на любой тип фигуры. Может быть, за исключением груши, но тут тоже. Если сбалансируете верх, например, то все будет клево. Главное, баланс. Всегда в образах. Мы об этом, кстати, часто говорим на курсе, что носить можно все. Главное, правильно стилизовать и балансировать. Так вот, подобные юбки как самостоятельная вещь хорошо работают просто в качестве юбки, так вы можете носить еще и с брюками, и с джинсами подобные юбки. Смотрите, здесь у нас образ, юбка, жилетка костюмная, сверху жакет, рубашка, брюки палаца. Все вещи абсолютно базовые. Но разве этот образ выглядит скучно? Нет. Вот об этом мы с вами здесь и говорим, что как-то разнообразить чем-то свои повседневные лучки. Однажды мы с вами уже обсуждали, как сочетать юбки с брюками. Важно, чтобы юбка и брюки, они образовывали цельный силуэт, чтобы не было так, что у вас юбка отдельно от брюк, то есть какие-то узкие там скини-джинсы под широченной юбкой. Если юбка широкая, часто лучше к ней взять такие же широкие, динамичные, струящиеся брюки, как, например, здесь. Широкая юбка, брюки палаца с джинсами тоже будет работать хорошо. Посмотрите, во-первых, возьмите на заметку такое сочетание. Я уверена, что брюки подобные у всех в гардеробе есть. Здесь юбки тоже найдутся. Если не найдутся, вдруг вы захотите попробовать. Вот, это вариант для нескучной базы. Но осень что-то будет работать долго, но сейчас на пике популярности. Присмотритесь к этому сочетанию и к юбке в целом. Подобные юбки актуальны в клетку. Это уже вариант для тех, кто носит цвет, например, в гардеробе, для тех, кто умеет миксовать принт, для кого это не является какой-то проблемой. Юбки в клетку подобные тоже сейчас довольно современно смотрятся. Причем клетка может быть как цветная, так и в нейтральных каких-то цветах, типа бежевая, серая и так далее. Далее. Еще один прием для тех, кто хочет немножечко разнообразить просто лучки. Вы знаете, что мы про галстуки с вами уже говорили. Мы их обсуждали, что галстуки это хороший аксессуар на сегодняшний день. Популярный, современный, актуальный, трендовый, модный и все остальное. Но галстук можно носить не просто как галстук. С галстуком можно делать уже много чего. Мы с вами говорили в прошлом сезоне, в прошлых сезонах, о том, что галстук можно просто вокруг шеи оборачивать как шарфик. Так вот, новые придумки. Несу их вам. Галстук в качестве пояса. Причем часто берут галстук какой-нибудь, знаете, интересненький, контрастненький по отношению к брюкам, к джинсам, на которые его повязывают. Причем повязывают очень просто. На узел. И все. И галстук в качестве бабочки. Такой, знаете, даже не бабочка, это бант получается. А мы с вами только что говорили о том, что романтичные элементы, прям на максимум выкрученные в блузах, да, именно в качестве верха, очень актуальны. Так вот, если блузку с бантом покупать не хотите, а галстук у вас присутствует, обратите внимание на то, что из него можно сделать пышный, достаточно красивый, интересный бант. Еще и разного цвета на каждый день, если у вас есть галстуки в разных цветах. Просто невероятно потрясающе, красиво, великолепно. Мне нравится. Очень свежий тренд. Дешевый максимально. Ничего не нужно для этого делать. Любой галстук, можете купить, не знаю, рублей за 200 на ВБ. Ну и последнее из головных уборов, это кепи, которую нужно носить в другую сторону. Я думаю, что вы все видели уже вот эти вот кепи. Кенгол. Это, по-моему, британский, насколько я помню, бренд. И они действительно являются трансеттерами трансеттерами в мире вот этих вот типа кепок-грузинок, вот таких, которые мы носим в другую сторону. Выглядит это хорошо. Это выглядит как берет. Имеет концепт абсолютно такой же. Не добавляет какого-то странного вайба. То есть вещь достаточно базовая. Вы можете носить ее клево с пальто, с тренчами, с жакетами какими-то, то есть с более классическими вещами. Не рекомендовала бы носить, наверное, с какими-то пуховиками, либо со спортстилем, ну вот прям с чистым спортом, потому что может немножечко по эстетике не сходиться. Но мы много говорили про классику, мы много говорили сегодня про вещи, которые являются прям такой базой. И этот головной убор туда отлично подойдет. Если вам уже наскучили шапки, береты классические, присмотритесь. Такой у нас сегодня с вами был обзорчик. Интересно, если вам понравилось, обязательно поставьте пальчик вверх, напишите комментарий, что из этого вам хочется попробовать, что из этого может быть немножко страшно, а что-то, может быть, из этого уже давно является вашей базой. Мне будет интересно, другим, надеюсь, тоже. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. И увидимся очень скоро. Всем пока-пока.